Я благодарю Адама Ильясова за этот короткий и очень содержательный ответ с точки зрения шариата. Я получил от этого колоссальную пользу. Почему кадыровщина делает такие вещи, если очевидно, что это не по религии ислам? Ну, это очень такой, наверное, вопрос рассуждения. Мы сейчас будем сидеть и рассуждать, а почему они, а что они, как они думают и так далее. Я хочу вам рассказать о другом очень интересном случае. Я тут на днях отправил вопрос, задал вопрос заместителю муфти Кадыровской Чечни Адаму Ильясову. Я, значит, записал этот вопрос и отправил ему сообщение. Я сейчас вам зачитаю этот вопрос и потом покажу, я получил ответ на этот вопрос и покажу вам, значит, ответ. Итак, пишу я. Скажи, пожалуйста, Адам Ильясов, в 99-м году в наше государство вторглась вражеское российское войско. Избранный нами президент Аслан Масхадов тогда возглавил оборонительную войну против оккупантов и призвал всех на эту войну. Ахмат Кадыров не ответил на этот призыв, а наоборот выступил против президента, перейдя на сторону России. Скажи, пожалуйста, Адам, являлось ли обязательным подчинение Масхадову как правителю для всех граждан Чараи, в том числе и для Кадырова? Или же подчинение правителю не является обязанностью для всех в такой ситуации? Что по этому поводу говорит шариат? Вот такой вопрос я отправил Адаму Ильясову, для того, чтобы получить ответ от человека религиозно образованного. Мне нужно было узнать именно, что по этому поводу говорит исламское право. И я получил ответ на этот вопрос. Адам Ильясов ответил мне в эфире Чагатарка грязный в одном из ток-шоу. Давайте посмотрим, что сказал Адам Ильясов. Чтоavant сообщает наши правителю. Итак, Адам Ильясов ответил, что обязанностью каждого гражданина Чараи, каждого мусульманина было подчинение Аслану Масхадову и следование за ним в этой войне. Выходить против него, разумеется, нельзя было, и даже просто воздержаться от неподчинения нельзя было. Нужно было подчиняться беспрекословно. Я благодарю Адама Ильясова за этот короткий и очень содержательный ответ с точки зрения шариата. Я получил от этого колоссальную пользу. На самом деле, конечно, это было ток-шоу, темой которого была Чеченская Республика как одна из активных площадок подготовки добровольческих сил для участия в специальной военной операции на Украине. И, конечно же, в обосновании именно этого, отправки добровольцев в Украину, воевать на стороне России, как бы подкрепляя вот это с точки зрения шариата, говорил об этом Адам Ильясов. Но обратите внимание, как классно под этот ответ можно накидать вопросов, связанных со вторжением России в суверенную Чеченскую Республику Ичкерия. Можно очень много таких вопросов задать Адаму Ильясову, и этот его ответ будет подходить на все эти вопросы, и этот ответ будет против того, что они сейчас делают. Он будет против действий Ахмада Кадырова, против действий его сына Рамзана Кадырова, против действий всего этого муфтията, всех деятелей, которые сегодня что-то делают на территории Республики, будучи встроены в иерархию кадыровской власти. Этот ответ, он против них. Поэтому не обратить на это внимание я не мог, и, конечно же, я благодарен Адаму Ильясову за этот ответ. Тумсо, многие ждут ухода Путина, как будто проблема в нем. Во-первых, может прийти еще более худший правитель, во-вторых, нужно в целом менять политику России и сознание общества на миролюбие и созидание. Ну, я и согласен, и не согласен, наверное. То, что люди ждут ухода Путина, это объяснимо. То есть, если Путин уйдет, на него место может прийти еще хуже, да, ты прав, но может прийти и только лучше. То есть, здесь уже есть вероятность 50 на 50. А вот если Путина не поменят, если он не уходит, то нет никакой надежды на какое-то изменение. То есть, люди это мыслят правильно. Если Путин уйдет, у них есть вот два варианта. Либо будет лучше, либо будет хуже. А если Путин не уходит, то вариант только один. Будет как есть. А как есть, это уже хуже. Поэтому желание людей, я понимаю, оно правильное. Ну, и я, конечно, с тобой согласен, что созидание миролюбия и так далее, что вообще в целом нужно менять менталитет. Да, это правда. Тут не поспоришь. Почему ты считаешь, что Чечня имеет право на независимость, а Абхазия нет? Почему лучше них? Я никогда не говорил и не говорю, что Абхазия или какая-либо другая республика, какой-либо народ, что они не имеют права. Я не могу такое сказать. Международное право даже дает им право. Понимаете, даже международное законодательство, международное право, даже оно не лишает такого права. Однако, я говорю, что вопросы независимости отделения, они тоже должны быть в рамках международного права, и они должны быть в рамках тех местностей, тех государств, которых это касается. Оккупация территории какой-то третьей страной не может выдаваться за независимость этого народа. Вот в чем разница. Поэтому, имеют ли Абхазы право на независимость, на свободу? Конечно, они имеют это право. Но вот в пределах какой земли они имеют это право? Где их земля? То есть, какие должны быть границы у этого независимого государства? И самое главное, с кем они должны решать этот вопрос? Вот что является предметом обсуждения и моего неприятия. То, что сегодня Абхазия, это не независимое государство. Это государство, точнее, это территория Грузии, которая оккупирована Россией. Давайте уберем из этой схемы Россию и будем потом разбираться. Пусть Абхазы и Грузины решают вопрос независимости Абхазии, границ и территорий и так далее. А вот так вот, что пришли россияне, оккупировали часть территории, оккупировали Схенвайдский регион, назвали это Южной Осетии, независимым государством. Но от того, что они так назвали, оно таковым не становится. Это не та ситуация, типа, как ты назовешь корабль, так он и поплывет. Вот, нет, друзья, здесь с государственными территориями это так не работает. В том, что удивительно, очень близкие народы, украинцы и русские поссорились и ненавидят друг друга, а чеченцы и русские как жили нормально, так и живут, несмотря на 400 лет моря крови. Как это нам удается? Ну, я бы не сказал, что сейчас можно сказать, что мы прямо живем нормально. Мы не живем нормально, мы, извини меня, находимся под оккупацией. Но, что бы ни происходило, даже очень много пролитой крови, в конечном итоге все эти моменты можно преодолевать. И народы и страны могут как-то нормально соседствовать, даже иметь какие-то партнерские отношения, даже быть союзниками. Сегодня Европейский союз, это мощный как бы союз, но они столько крови друг друга пролели. Однако они как-то преодолели все эти разногласия. Так что это все возможно. Субтитры создавал DimaTorzok